Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс! Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для Spintires MudRunner. И сегодня нам на обзор попал мод Урал 2512. Имеет два своих аддона плюс стандартные аддоны. Свои звуки. Автор данного мода Фуркат. Скажу честно, когда я слышу ими уже Фуркат, я немножко даже так вздрагиваю. Это с одной стороны и интересные аддоны. Так, вот что он у меня здесь завелся-то, кстати говоря. Это с одной стороны и... Эх, у меня педаль какая-то, видать, опять. С одной стороны это и интересные моды, да, и трэшевые моды, да, то есть. И много всяких таких интересностей. В общем, интересная личность этот Фуркат, я вам скажу. И на самом деле для кого-то даже, наверное, неплохие аддоны делает. Итак, погнали с вами по текстурочке посмотрим. Посмотрите, текстурочка у него прям практически с каждым модом растет, да. Но здесь он ее, конечно же, хорошо запрятал вот этим камуфлированным, да, вот цветом, что мы с вами даже никаких особо косяков. Нет, вот видно все-таки на стыке немножко, но это прям если докопаться-докопаться. Если более-менее таким простым обывательским взглядом посмотреть, то все вроде даже по текстурке неплохо. Новая у нас кабина идет, новая абсолютно рама идет, без ржавчины, без потертости, абсолютно новые. Единственное, что колеса у нас почему-то абсолютно старые. Плюс на них, смотрите, буковка F идет на ступицах, такая, да, фуркат. Классно, блин, ну вот даже здесь он нашел вот какую-то фишку. Калаша нету в салоне, нету калаша в салоне. Слушай, ну здесь фуркат себя все-таки опять обозначил здесь на фуркатил, да, как говорится у нас здесь. Ну что, заводим по звуку, послушаем. Лампочки у нас опять, ну не так много. Почему так мало лампочек, фуркат? Сдаешь позиции, блядь. Что такое? Слушай, прикольный звук, написано свои собственные звуки. Видимо, этот именно Урал именно так, скорее всего, и звучит. Неплохо, неплохо на самом деле. Емкость топливного бака у нас 650 литров, анимация кардана у нас присутствует, анимация топливных баков также присутствует. Урон 600 очков, анимировано, посмотрите, ступенечка у нас болтается и с водительской стороны, и с пассажирской стороны. Есть возможность подключения блока дифференциала и есть возможность подключения полного привода. Ручник работает, фары включаем, проверяем, фары светят, делаем ночь. Слушай, ну не так много освещения. Фуркат, что с тобой случилось? Ты давай хватку не теряй, братан. Лампочек еще 253 штуки надо добавить. Ты че, угораешь что ли? Ух ты, а смотри, да? А что это у него за цвет такой здесь, а? Интересные, ребятки. То есть это типа а-ля ксенон, такой зеленый ксенон только, да, какой-то? Слушай, но освещает классно, ярко на самом деле, светло, хорошо. Так, смотрим с вами по посадке. Садимся внутрь. Садимся внутрь. Здесь у нас девочки друг друга лапают. Красава. Но салон замыленный, посмотрите. Как будто бы все таким слоем пыли покрыто. На самом деле салон оставляет желать лучшего. В салоне только две хороших вещи, да. Это у нас присутствует анимация руля и вот эти вот две блондиночки. Все, больше в салоне ничего у нас хорошего здесь, к сожалению, нету. Посадка тоже, наверное, немножко неправильная. Надо было как-то, я не знаю, подальше, наверное, сделать, да, чтобы подальше сидел, чтобы обзорность как-то была лучше. Табличку вот эту сделать поменьше и убрать ее куда-то наверх. Ну и салон весь замылен. Я говорю, как будто покрыт просто слоем там песка либо пыли, да, тоже явные косяки у нас здесь имеются. Также у нас на мойле идет пятиступенчатая коробка передач. Ну что, погнали в гараж, посмотрим, что у нас присутствует здесь по аддонам. Итак, по дефолтам у нас топливный прицеп. Бля, ну фуркат на этой пиздец. Топливный прицеп маленький, большой, среднебортовой прицеп, сервисная тележка маленькая, большая, гаражный фургон и бортовой прицеп. Два своих аддона у нас идет. Это лесовоз перевозит три очка. И это гараж. 350 ремки и два очка гаража. Вы знаете, не идет ему тент. Вот этот тент фуркат надо было сделать в цвет тягача, камуфлированный. Тогда было бы вообще огонь. А так он не подходит ему серьезно. Ну просто никак. Это не для этой машины. Надо однозначно его покрасить в цвет кабины. Ставим с вами тогда платформу мы. Вот, платформу уже ты сделал. Платформа ржавенькая такая, зеленая. Вот она в цвет уже у нас неплохо здесь смотрится. Стоп-сигналы у нас, кстати, горят, друзья. Задний ход. Лампочки также загораются. И также у нас анимированы сзади идут брызговики. Ну что, поехали на погрузку. Смотри, у него здесь топливный бак. Еще такой дополнительный установлен. Монстряга. Очередной монстряга. Моды фурката все-таки, друзья, идут у нас три очка погрузки. Даже можно было четыре здесь по идее делать. По точкам зацепа у нас одна точка зацепа спереди, одна точка зацепа сзади и по бокам тоже по одной точке зацепа у нас здесь с вами присутствует. Итак, скидываем груз. Выпадает у нас там четыре коротких бревна. Три очка погрузки. Поехали. Поехали, друзья, тестировать его в грязь. Итак, начинаем. 75-ю грязь. Начнем с нее. Хотя, я думаю, можно сразу здесь 85-я. Проходимость у него на всех модах, в принципе, одинаковая. Это такая, знаешь, читерская, хорошо настроенная. Хотя, не, по посадке, знаете, нормально. Когда видишь руль все-таки, друзья, то он ощущается по-другому. Честно говоря, ощущается по-другому езда и как-то чувствуешь даже автомобиль. Ну и, конечно, это две девочки красавы, блядь. Знает, чем подкупить, да? Красивый блондиночек нам сюда завострячил. Лайкусиком. Лайкусик сразу этим выбил, да, друзья? 75-ю грязь на 3-й пидорачи. Мы с вами без каких-либо проблем проезжаем. Заезжаем 85-ю грязь. Также на 3-й. На 2-ю пока даже переходить не думаю. Уверен. 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 Три очка подружки. Ему бы прицеп, не бортовой, а в таком же стиле, в таком же стиле, чтобы и вез 3-3. Тогда вот еще будет более-менее. Ну, настройка проходимости, ребят, ну, сами видите. На 3-й пидорачи мы с вами просто пролетаем 85-ю грязь, не испытывая, ну, просто никаких проблем. Вот вижу направление и попер. А нету таких карт, нету, где нужен будет такой мод. В одиночке использовать, если кто-то, да, но он возит 3 очка, ну, прицеп еще 4, то есть итогов 7 очков. Не туда, не сюда, честно говоря, навряд ли кто-то будет вот так его прям катать 7 очков. Тогда надо, чтобы он или одной уходкой 8 вез, да, либо делать ему, грубо говоря, нормальную проходимость, и чтобы вез 3-3, там, да, скажем. Ну, что-то поиграть уже с аддонами, там, роспуск однозначно ему нужен. Либо шаланду какую-то придумать, там, я не знаю. Расход топлива также у него небольшой идет. Поехали на подъем. Давайте сразу на вторую, наверное, его переключим. И тест гора у нас на второй передаче. Ну, он уверен, да. На первую даже не надо, наверное, переходить. Или сейчас перепрыгнем. Я приготовился, сцепление приготовил. Чуть-чуть, чуть-чуть не успел, братан, остановись. Остановись, пожалуйста, ради бога, остановись, остановись. Так, первая передача. Почти мы с вами на второй туда заехали, да. А в конце, включил я мой первый, но все равно он уже у нас по инерции просто летел вниз. Итак, первая передача и без каких-либо проблем, друзья, он у нас заезжает на горку. А тест гора пройден на ура, да, как говорится. Поехали, посмотрим теперь тест камней. Первая. Пятая. Подхватывает, да. На сухой дороге вообще без каких-либо проблем он у нас здесь летит. Итак, урон на тесте камней. Слушай, ну немного. Реально немного. Меньше 100 очков. 84 очка и 600 всего лишь мы с вами получили. Тест камней пройден очень даже хорошо. Ну что, подрубаем третью передачу. Заезжаем тест на продольный переворот. Вот, даем ему здесь угла, но он у нас без проблем здесь проезжает. Смотри, не валится? Не валится. Практически всю мы с вами прошли. Да, здесь сейчас остановимся. Давайте его перевернем. Посмотрим, что у него здесь по подвесочке у нас. Вот так его аккуратненько. Хоп, завалим. Только не вставай у нас обратно на колеса. Колеса в воздухе не висят. В этом плане, по крайней мере, все прекрасно. Подвеска у нас рабочая, такая живая. Все настроено, все прекрасно, все хорошо. Поехали, посмотрим, что у нас здесь. Физика мостов ли присутствует. Заезжаем. Заезжаем, проверяем. Физика мостов у нас отсутствует. Минус балл мы за это с вами, к сожалению, ставим. Значит, пока у нас за салон ставим минус балл, да? За то, что текстура вся замылена и ужасна. И за физику мостов тоже ставим. Ну, с подвесочкой нареканий никаких нету. Все мягонько, все хорошо отрабатывает. Урон даже немножко здесь с вами получили. Первая скорость высокая. Первая скорость очень высокая. Хорошо, все рабочая, все прекрасно, мягонько, все у нас здесь без проблем. Он с вами работает, подвеску настраивать все-таки немножко, но умеет. Заезжаем теперь. Первая передача. Заезжаем тест ванная. Садимся в кабину, проверяем. Проверяем. Воды в салоне нету. По стеклу у нас примерно... Не, даже до стекла не доходит, до дверных ручек. А воды в салоне на самом деле нету. Все прекрасно. Тест ванной у нас также с вами пройденный. Поехали. Теперь тест тормозов. Посмотрим ручник. На все колеса или на задние. Как он? Ну-ка еще на полном ходу. Ну, здесь короткий PDS вес. Нет, все равно не зашли, да? Редко кто из модов у нас здесь на полном ходу спокойно может залетать. Мягкая подвеска упирается в гору. Бьется мордой постоянно. А ручник у нас идет, друзья, на все колеса. Они только на задние. Тормоза у нас держат также великолепно. С места в горку трогается. И без проблем у нас сюда он заезжает. Поехали посмотрим спид тест. Что у него по скорости? Ну, лихо он набирает у нас на самом деле скорость. Блок, полный привод. Первая передача. Посмотрите, да? 15 километров в час. Вторая. Вторая 19,8. Третья. 26 километров в час. Четвертая. Четвертая 36 километров в час. И последняя, пятая пидорача. Ну, 45, наверное, пойдет. Ну, уже больше дефолт идет. 43, 44, 45. Мелькнула баба ягодка опять. 45,3 километра в час максимальная скорость данного Урала. В принципе, неплохая скорость. Нормальный показатель. Урон 200 из 600. Мы с вами здесь получили. Так, ну что. Давайте на него теперь нацепим как раз вот этот тент. Блин, надо его перекрашивать однозначно и подытожим. Да, поехали в брод. Сейчас мы на нем еще скатаемся. Что, очередной мод от Фурката. Имеет завышенную проходимость, друзья. Ну, реально завышенная. Я вот сейчас напишите. Ну, вот неужели вот на таких модах вам будет интересно проходить карту? Таких карт нету, где просто тупо вот так вот грязь залита. А где просто тупо залита грязь. Ну, там на таких картах даже неинтересно будет играть. А Фуркат, мне кажется, что надо тебе уже пора это. С проходимостью немножечко их занижать. Читерных у тебя уже таких, знаешь, с читерной настройкой. Очень много модов. Давай-ка их это. Оставь, а новые все-таки уже давай делать, наверное, с нормальной проходимостью. Да, с такой, ну, приближенной к дефолтной, скажем. Да, может быть, чуть-чуть помощней. А может быть, и лучше всего такая же, как дефолт. И потому что в целом у тебя есть неплохие модельки. Да, значит, из минусов. Мало своих аддонов. Лесовоз один стоит на три очка. И гараж, который надо однозначно перекрашивать. Потому что вот этот вот серый тент, ну, никак ему не смотрится. Ну, вообще никак. Надо ему однозначно сделать такой же цвет, как идет на кабине, тогда еще более-менее. Нужно прибраться в аддонах, убрать некоторые дефолтные аддоны. Поставить нормальные свои аддоны какие-то. Да, там, с распуском что-то подумать. Или с шаландой что-то еще покумекать такое. А то вроде бы чит-мобиль, ну, а в итоге даже восемь очков, например, для одиночки кто использует, да, он не сможет, к сожалению, да. То есть вот полбалла мы снимаем за аддоны, один балл снимаем за салон замыленный, да. Да, ты поставил здесь классных блондинок, но мы снова за это тебе снимем балл, вот за эту всю замыленность, понимаешь, да. А физика мостов отсутствует, все остальные тесты прошел, конечно же, он на ура. В гору влетел, продольный переворот хорошо, подвеска хорошо, физика мостов плохо, да. Ванна хорошо, ну, все, в принципе, неплохо, да. То есть где-то три балла мы тебе снимаем вкупе, да, за все вот это дело. Мод мы, конечно же, скидывать не будем, мод неплохой на самом деле, просто надо с ним немножко поработать. О, так, 7 баллов из 10 мы выставляем данному моду. Ваши пожелания, комментарии о данном моде пишите также в комментариях, с удовольствием их почитаем, да. На сегодня все, если вам понравился данный обзор, поддержите лайкусиком. Если не понравилось, ну что ж, не понравилось, так не понравилось, да. Сиди и терпи, мои красавицы, как говорится. Всем счастья, здоровья, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok